Скандал вокруг автосалона Техмаркет, являвшегося на тот момент официальным представителем марки Хёнде в Твери и Тверской области, разразился в ноябре прошлого года. Более 20 клиентов оказались обманутыми самым, что ни на есть, тривиальным способом. Полностью оплатили автомобили, но машин так и не увидели. Точнее, видели, как их грузили и вывозили с территории автосалона. Вскоре люди узнали, продавать автомобили марки Хёнде в Техмаркете больше не будут. Компания Хёнде Тверь, которая и принадлежит автосалон, решена статус официального дилера. Машины забрал дистрибьютор Хёнде Мотор СНГ, который, собственно, и поставлял их в Тверь. Обманутые клиенты потребовали вернуть им деньги. Каждый из пострадавших перечислил на счет автосалона от 600 тысяч до одного миллиона рублей. Многие специально брали кредиты в банках, но добиться возврата денег людям не удалось. Тогда они обратились в полицию и направили исковые заявления в суд. Свои претензии обманутые клиенты официально адресовали и владельцам Тверского автосалона, и московской компании дистрибьютору. Наши требования основывались на том, чтобы вернуть или машины, или денежные средства с дистрибьютора Хёнде Мотор СНГ. Все неустойки, пение и подобные. Денежные средства за невыдачу в срок машины – это адресовать к нашему дилеру Хёнде Тверь. Судебные процессы по искам клиентов Техмаркета начались уже в декабре. Владельцы автосалона на них не присутствовали, ссылаясь на большую занятость. Что касается второго отвечения компании Хёнде Мотор СНГ, она заняла куда более активную позицию. Представитель дистрибьютора заявил, что машины, вывезенные из автосалона, являются собственностью компании, и пострадавшие претендовать на них не вправе. Обманутым клиентам Техмаркета удалось добиться, чтобы на спорной автомобиле был наложен судебный арест. Однако дальше история приняла неожиданный поворот. Хёнде Мотор СНГ продала, вопреки запрету, арестованные машины. Но что еще удивительнее, в суде этому не придали особого значения. Ни одного вопроса к организации Хёнде Мотор СНГ в рамках судебных заседаний, что же вы сделали, почему вы, имея такой арест, продали автомобили, ничего не последовало. С нашей стороны сейчас все документы отправлены в Генеральную прокуратуру, потому что все по последствия, это город Москва, решений пока нет. Сказали ждать в течение 30 дней. Вот мы в начале марта отправили, так думаю, что в начале апреля какая-то информация должна поступить. На этой неделе в московском районном суде были вынесены первые решения по искам обманутых клиентов Техмаркета. Итогами процесса люди оказались разочарованы. Решениями суда исковые требования потребителей были удовлетворены частично. В пользу истцов были взысканы денежные средства, оплаченные ими за непосредственно непоставленный товар. Неустойки за нарушение сроков передачи оплаченного товара, компенсации морального вреда, а также штрафы за невыполнение требований потребителей в добровольном порядке. В удовлетворении исковых требований потребителей к Хёнде Мотор СНГ и Автомир Трейд о передаче транспортных средств судом было отказано. Теперь пострадавшим предстоит взыскивать свои средства с владельца салона Техмаркет компании Хёнде Тверь. Сделать это, вероятнее всего, будет непросто. Фирма объявлена банкротом. О своих претензиях уже заявили крупные финансовые организации, кредитовавшие Хёнде Тверь. Мы понимаем, что собанкротившийся дилер, который имеет не только перед нами долги, а перед большими нашими банками, это Сбербанк, ВТБ, что вернуть денежные средства будет невозможно. К слову, в отношении директора компании, забравшей миллионы рублей у ничего не подозревающих клиентов, возбуждено уголовное дело по статье злоупотребления полномочиями. Максимально возможное наказание до четырех лет лишения свободы. Пока же директор Хёнде Тверь находится на свободе и, по словам Татьяны Артамоновой, старательно избегает встреч с пострадавшими.